Великобритания В нашей программе «Connecting Cultures» они делятся историями, которые происходили в их жизни до Казахстана и после приезда сюда. От них мы узнаем, как опыт пребывания в нашей стране изменил их судьбу. Любое искусство каждый человек воспринимает по-своему. Сегодня мы познакомимся с необычным художником Амиром Шейст-Эхтабаром, чье уникальное творчество вызывает огромный интерес у ценителей искусства, массу споров и уже привлекло к себе внимание искусствоведов многих стран мира. Работая над своими произведениями искусства в течение 20 лет, Амир объединил их в концепцию под общим названием «Голубая симфония». По словам президента Союза дизайнеров Казахстана Тимура Суэлеменова, Амир Табар открывает новый эстетический взгляд на современное искусство. Творчество нашего героя также было высоко оценено искусствоведом с ученой степенью по философии из Ельского университета Тимоти Верденом. Амир Шейст-Эхтабар – истинный художник, способный красноречиво и изящно передать красоту традиций своего народа и европейской аудитории. Картины героя нашей программы увидели во многих странах Азии и Европы. А первая выставка работ Амира, которая принесла ему огромный успех, состоялась в Тегеране, его родном городе. Чем вам запомнились ваши детские годы? Я родился в Тегеране 17 апреля 1967 года в 12.30 пополудню. И, как сказала моя мама, я доставил врачам много хлопот. Им пришлось приложить немало усилий, чтобы я родился. Наверное, я не хотел появляться на свет. Я родился вместе с тремя братьями и сестрой, будучи вторым ребенком в семье. Мое детство было таким же, как и у многих других детей. То есть не было ничего особенного. Я вырос в довольно простой семье. Из своего детства я отчетливо помню мой первый день в школе. И я тогда сложил в свой портфель все, что мне было куплено для учебы. Я ведь не знал, что мне может понадобиться в этот день в школе. И взял с собой буквально все. Так мой портфель весил, наверное, килограммов 10-15. Еще я помню, что не мог его закрыть. Во время урока мне приходилось садиться на него, чтобы попытаться застегнуть замок. А учитель неоднократно спрашивал меня, почему я никак не могу усеться. И, к моему сожалению, ей пришлось меня наказать. Вот такой у меня был первый день в школе. Какие свои детские мечты вы смогли воплотить в реальность? Насколько я помню, у меня была всего одна мечта. И, честно говоря, я считаю, что лучше иметь одну главную мечту и идти к ней. Я всегда мечтал стать художником. Но я не могу сказать, что смог реализовать ее в полной мере. Это очень нелегко. Довольно трудно быть создателем чего-то нового. И добиться того, чтобы это новшество было принято обществом, в котором ты живешь. Сначала было слово. И именно слова лежат в основе концепции «Голубая симфония». Ее уникальность в том, что помимо белоснежных векторных шрифтов, принимающих любые геометрические формы, на сиренево-голубом фоне нет ни одного художественного элемента. Как вам пришла идея создания работ в таком оригинальном стиле? Сама идея была со мной в течение долгих 7-8 лет моей жизни. Я спрашивал многих о том, как бы я мог создать геометрические формы с помощью специальных эффектов, но не прибегая к использованию обычных линий. Я хотел создавать свои картины при помощи букв, образующих слова. И я задумался об использовании самого распространенного в каллиграфии персидского шрифта «Настолик». Все мои работы выполнены именно этим шрифтом. Но это не каллиграфия. Я много лет задавался вопросом, как мне создать художественное произведение с использованием фигур, но чтобы это были не совсем геометрические фигуры и при этом не каллиграфия. Этот вопрос я задавал многим художникам, но они не могли понять, что именно я хочу создать. Однажды ночью это случилось. Моя идея обрела форму, и я понял, как создать свою первую работу. Для меня это был самый знаменательный момент. Это было словно открытие. Я наконец-то понял, как решить поставленную мной задачу. Амир Шайстех Табар стал победителем во многих престижных конкурсах и является обладателем главного приза флорентийского биеннале Международной выставки современного искусства. Я не считаю себя художником. Я обычный человек. Просто меня посещает большое количество идей, которые я не могу взять и забыть, особенно учитывая, что они меня ни на миг не покидают. Так было из «Голубой симфонии» в течение 7-8 лет. Я не мог делать ничего другого. Я постоянно думал только о ней, чтобы найти способ материализовать свою идею. Художник, как правило, постоянно находится в процессе работы. Он рисует, творит, экспериментирует. Со мной же все было по-другому. Мои мысли и идеи не покидали меня, и я сам не мог о них забыть. Я хочу сказать, что мои работы — это не совсем я. Я всего лишь обозреватель. Я наблюдаю за тем, что происходит вокруг меня, и стараюсь передать это наилучшим образом. Основная идея «Голубой симфонии» базируется на объединении богатства, красоты каллиграфии и аккуратности геометрических форм. Процесс работы над этой концепцией, ее дизайн, вычисление, определение цвета и коррекция производятся на компьютере. Художник использует принцип повтора и симметрии в художественной манере, чтобы создать таинственную оптическую иллюзию. Узоры на картинах, объединяясь и расходясь, образуют линии жизни и создают эффект текущей воды. Само же название «Голубая симфония» было выбрано по причине, что когда Амир творит, его тело и душа наполняются музыкой. У данной техники есть название? Это абсолютно новый вид искусства. Много работ было создано с изображением геометрических фигур и при помощи каллиграфии, но картины, которые входят в концепцию «Голубой симфонии», это не геометрия и не каллиграфия. Поэтому я не могу дать точное определение этой технике создания картин. Будущее даст ей свое определение. В работе над «Голубой симфонией» необходимо избегать любых изменений касательно цветовой гаммы. К примеру, цвет, который использован здесь, не тот же самый, что отображается в этом месте. Это уже не цвет, а его оттенок. Таким образом, именно иллюзия цвета создает эффект движения, а не бездушные геометрические фигуры. В целом, это и есть секрет «Голубой симфонии». Чему служит Ваше искусство? Я начал создавать работы «Голубой симфонии», используя один единственный инструмент — компьютер. У компьютера много преимуществ, в отличие от обычных художественных инструментов. Вы можете сохранить файл с изображением этой картины и распечатать его через тысячу лет. Другой плюс данной техники создания картин — каждый человек в любом месте земного шара может иметь сотни копий этой работы, причем в оригинале. «Голубая симфония» — это не просто исследование геометрических форм, а способ выражения позиций художника и его внутреннего мира с помощью слов и геометрии. Посредством своих работ Амир хочет донести людям идеи гармонии, гуманизма, призвать к диалогу культур и народов. А чтобы достичь гармонии в окружающем мире, наш герой считает, что каждый из нас должен найти ее внутри себя. Расскажите о своем первом приезде в Казахстан. Первый раз в Казахстан я приехал в 2007 году. И этот приезд вызвал во мне необъяснимые чувства. В те моменты, когда я прилетел в аэропорт Алматы и затем ехал по улицам города, я почувствовал некую связь с этим местом. Я не могу это объяснить. Было такое ощущение, что я прибыл в свой родной город. Я могу с уверенностью сказать, что это было самое захватывающее путешествие в моей жизни, так как все здесь было мне знакомо. И не только город, но и люди были для меня словно родные. Я решил организовать выставку своих работ в Музее имени Абулхана Костеева. Какова была реакция людей на ваше творчество? Знаете, я выставлял свои работы во многих странах мира. И каждая выставка — это новый опыт для меня. А экспозиции в Казахстане, могу сказать, были самыми лучшими из всех. На открытии выставки присутствовало огромное количество людей. Это было для меня сюрпризом. Ведь обычно выставки художественных картин посещают не так много ценителей искусства. А чтобы увидеть работы концепции «Голубая симфония», с каждым разом посетителей становилось все больше и больше. Я был очень счастлив. Как давно вы уже здесь живете? И чем для вас привлекательна эта страна? Я здесь проживаю около пяти лет. Разумеется, находясь при этом в разъездах, продолжая свое мировое турне. Я люблю Алматы. Это мой родной город. Я могу сказать много хорошего о нем. Здесь живут очень дружелюбные люди. Вообще, в Средней Азии присутствует необычный фактор. Когда ты сюда направляешься, то ты не ожидаешь встретить такое количество национальностей в одном городе. И это что-то потрясающее. И самое главное, жители Алматы мирно сосуществуют друг с другом. Я считаю это важным достижением вашего государства. Представители многих национальностей, живущие в Алматы, создают семьи, благодаря чему город по праву зовется многонациональным, где присутствует разнообразие культур. Я очень люблю этот город. В Алматы — потрясающая природа, и у него есть все возможности для развития туризма. Здесь есть великолепные горы и завораживающие реки. В этих местах можно с удовольствием проводить свой досуг или заниматься медитацией. Помимо работы над созданием картин, герой нашей программы увлекается еще и поэзией, а также пишет сценарий к фильму. Но главной своей миссией Амир Шаистехтабар считает распространение идей о мире, которые отображаются в его работах. Человечеству всегда было сложно принять что-то новое. Но так же, как и использование новейших технологий в современном искусстве, работы мастера Амира Шаистехтабара непременно займут свою нишу в мировом изобразительном искусстве. Субтитры создавал DimaTorzok